Здравствуйте всем, iPhone 5TES. Полчаса стоит на зарядке, 17%, как было, так и осталось. То есть зарядка показывает, но не заряжается. Принесли мне с другого сервиса. Подкидывали батарею, меняли шлейф. В таких случаях сразу грешим на У2. Это понятно, все уже знают. Но здесь, по-моему, проблема в другом. Не хватает конденсатора. Тут пару штук у нас стоит. Один, второй. Их нету. Рядом с разъемом батареи. Сейчас рассмотрю под микроскопом. Дернем с донора, поставим на место. Я думаю, все заработает. Сейчас посмотрим через донгл. А донгл у нас, по-моему, не работает. Там какое-то обновление. Сейчас еще раз проверю. Вышла версия 2.6. Наверное, месяц назад. Там все, что только есть. Последнее там все есть. Последний iPhone. Схема на последней Galaxy. Но... Пытаюсь открыть. Идет загрузка. Да, не открывает. Blackfish открывается. А вот донгл ни хера. ЗТХВ я имею ввиду. Blackfish открывается, читается у нас. Что-то запрашивают. 360. Походу, нужно платить. Не знаю, еще не разбирался. Да ладно, с донглом разберемся потом. Да, вот посылает на страницу. Такая вот ерунда. Если кто-то сталкивался, может кто-то что-то подсказать, то буду благодарен. Снимаем системную плату. Вставим обратно два компонента, которые оторваны. Скорее всего их оторвали. При отключении. Батареи. Криворукие ребята. А, блин, так это у нас SE вообще. Я что-то сразу не заметил. Это у нас SE. Проклеенные разъемы. Ну что ж, у нас донгл не работает. Сейчас поищем системку на SE. Оно у меня точно есть и не одна. Оно там SE. Оно там SE. Оно там.- Прислали телефоны на ремонт. Итак, что у нас здесь? У нас здесь стоит один конденсатор и фильтр плюсового контакта по-моему. Так. Замученная батарея, видать, ее отрывали. И так оторвали, что здесь остался воздух внутри. Блин, зачем? Видите, да? Можно же ведь было аккуратно снять эти наклеечки. Воздух. Ну, я думаю, что батарею пробовали, по-любому сюда вставляли, пытались что-то сделать. Потом не буду пробовать. Тут 90% проблема в том, о чём мы сейчас говорили. Так, я вот думаю, была идея сделать всё на месте. Нет, давайте лучше снимем систему. Воздуху поставим на нижний подогрев. По-нормальному. По-нормальному. поменяем компоненты. biraz прочим. Блин. Подожди. Блин. На-ноuru. Ребята, системную плату даже не снимали. Итак, включаем нижний и давайте снимем сначала с донора жизненно необходимые органы. На нижнем я выставляю 120 градусов контактный подогрев, я не знаю, показывал, не показывал, заказывал на Али, кому интересно могу кинуть ссылку, неплохая вещь. Тут, правда, было три зажима изначально, один, второй и вот здесь третий, который буквально через пару недель оторвался. Боюсь, что эти тоже светят со временем. Так приближаем максимально, насколько можно. Так. 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 Фен 260 у меня в сочетании с нижним, то есть нижний получается 120 и фен 260, ну в зависимости от системной платы на седьмой допустим на семерку оставлю, на семерку выставляю 290, потому что там более термостойкий текстолит что ли, семерка хорошо выдерживает температуру высокую в отличие от пятого от шестого. Смотрите продолжение в следующей части. Сохраним, он нам ещё пригодится. Так, снимаем кондёр. И фильтр. Всё, убираем донора. Всё, убираем донора. Всё, убираем донора. Так, ну компоненты лучше поставить под микроскопом. Потому что не знаю, что там видно, что я снимаю, но очень сложно, сложновато, скажем так, будет поставить их. Потому что я еле разглядываю эти контакты. Поэтому постараюсь настроить камеру на микроскоп. Добавляем донора. Всё, убираем донора. Всё, убираем. Хорошо, я не буду делать. Если не надо, если не надо. Что это было? Ура. Если не надо. Посадись. Ура. Принесли еще телефончики на ремонт. Ну вот как то так. Добавим припоя на контакты. Добавим припоя на контакты. Припоя на контакты. Добавим. Подпишем. Добавим. Подпишем. Продолжение следует... Ставим фильтр сначала... Добавим флюс... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...